Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Давненько не выходил с новыми видео и решил вернуться в своем старом формате, когда я еду где-то по интересной новой местности, а параллельно излагаю свои мысли вслух, тем более, что за последние пару недель произошло слишком много событий, которые не ускользнули от моего внимания и которые будут формировать дальнейший вектор того, что будет происходить в ближайшие пол и целый год. То, что сейчас вы видите за окном моей машины, это виды Филадельфии и штата Пенсильвания, куда я приехал по делам и держу курс на ОМД. Ну, естественно, это касается ситуации с провалившейся Мальцевской революцией, конечно, фарс дикий. Не ускользнул от моего внимания факт того, что Ксения Собчак будет баллотироваться на пост президента, это будет отдельный разговор для видео. Ну, а на мой взгляд, сейчас самая, наверное, животрепещущая новость, очень критическая для всех, кто смотрит мой канал, потому что, в первую очередь, канал мой рассчитан на людей, которые серьезно задумываются о переезде в другие страны, в том числе в США. Вот это ситуация с актом терроризма, который произошел буквально пару недель назад в Нью-Йорке, жителям Узбекистана, который с воплями Аллаху Акбар стал сбивать людей, которые мирно шли по дорожке, по велосипедно-пешеходной. Вот. Ну, после такого вот действия у Трампа терпение закончилось. Самое интересное, что он буквально за неделю вот до этого события Трамп уже озвучивал вслух свое горячее и жгучее желание прикрыть программу лотереи грин-карт. И вот тут, как раз прямо в масть, происходит вот этот вот так называемый теракт. Я совершенно не удивлюсь, если после вот этих вот событий, после вот этого теракта, наряду с запретом лотереи, прекращения лотереи грин-карты, Трамп будет настаивать о запрете въезда людей, которые выиграли грин-карту вот из этих вот стран СНГ. То, что практически было сделано по отношению к ряду стран из Ближнего Востока, вот, примерно то же самое можно ожидать и по отношению к странам типа Казахстана, Узбекистана и прочего, где население исповедует ислам. И, соответственно, сейчас очень удобное время озвучить формулировку, что эти страны потенциально опасны для США и граждане, которые приезжают из этих стран, которые исповедуют ислам, нежелательны на территории США. Так что, господа хорошие, готовьтесь к тому, кто проживает в этих странах, кто выиграет грин-карту, что, скорее всего, у вас её отнимут. Понятное дело, что очень удачно оказался вот этот морозок из Узбекистана со своими вот этими Аллах-Акбарскими темами. Вообще, в принципе говоря, я думаю, что теперь большинство людей, которые рассчитывали приехать в Америку, теперь будут в кавычках очень сильно ещё больше любить ислам с ихним Аллахом и, соответственно, людей из Узбекистана. Это просто надо было удумать, вот такую штуку сделать. Вообще, в принципе говоря, меня просто вызывает удивление. Ну, веришь ты в своего Аллаха? Ну, сиди у себя в Узбекистане и там делай всё, что хочешь. Какого хрена тогда приезжать в Америку, садиться на шею к государству и потом, значит, во имя этого Аллаха убивать людей, которые, страны, которая тебя приютила? Вот это вот просто у меня в голове просто не укладывается. В каком месте, покажите мне, в Коране, написано, что вот так вот надо поступать? То есть ты, грубо говоря, если вот абстрадируешься, то есть тебя кто-то приглашает к себе домой в гости, кто-то оказывает тебе гостеприимство, помогает, а ты в отместку ему, значит, соответственно, начинаешь в доме гадить. Вот. Так что вот так вот всё. Нерадостно. И, соответственно, как раз в тему, сразу же после вот этих вот событий, Трамп уже активно будет сейчас давить на Конгресс с тем, чтобы эту лавочку под названием «Лотерея Гринкарт» прикрыть. Вот. Решайте, если есть такие вопросы, не президент, а Конгресс. И сейчас, как нельзя, кстати, звёзды складываются как раз именно для того, чтобы всё это прикрылось. Потому что оно поставит вот на голосование вот эти самые поправки, закон, который прекратит вот эту самую девиллаторию. Я думаю, что большинство сенаторов проголосуют за прекращение лотереи. Даже самые заядлые демократы и самые... Потому что им тогда в противном случае придётся вот в рамках вот тех событий, которые произошли вот с этим вот терактом и убийством за давлением мирного населения, придётся перед своими избирателями просто оправдываться по поводу того, почему они за продолжение этой лотереи. Потому что всё налицо. Приезжает всякий разный сброд в Америку, к которому нормально относятся, а этот сброд потом начинает творить всё, что угодно. И, кстати говоря, всё это складывается в такую очень прямо удобную картину. Давайте немножко вспомним то, что происходило несколько лет назад. Вначале вот этот вот теракт с Бостоном, в Бостоне, если помните, Царнаевы. Потом ещё один теракт тоже, бывшие граждане страны СНГ. Теперь вот этот самый вот Узбек, то есть последние вот эти вот такие вот громкие и скандальные теракты, такие прямо вот вопиющие, это везде засветились граждане стран СНГ, бывшего как бы Советского Союза, и засветились именно в контексте вот с этим вот Аллах Акбаром. Вот. Очень и очень показательная такая картинка. То есть все вот эти вот громкие скандальные теракты, такие, ну, может быть, не так много было жертв, как по сравнению с 9-11, но, тем не менее, вот эти вот все последние вот такие скандальные теракты, это везде засветились граждане бывшего Советского Союза. Парадокс, казалось бы, то есть ни какие там ни сирийцы, ни какие там иранцы, иракцы, я не знаю кто, те, скорее всего, приезжают со своим Аллахом, и тихо себе там мирно в тряпочку посапывают, и, значит, наслаждаются жизнью в Америке, и про Аллаха как-то забывают. А эти же приезжают сюда, вот. И, значит, начинается вся вот эта вот тема. Поэтому я думаю, что у обычного американского обывателя в голове будет складываться устойчивое клише в отношении вот граждан стран СНГ, всех этих Узбекистанов, Таджикистанов, Казахстанов, и вообще, в принципе, тех стран, где население большей частью исповедует ислам, будет такое вот конкретное клише в голове складываться, вот. Просто конкретное клише. Раз человек из этой страны, значит, он уже потенциальный террорист. Вот к чему всё это приведёт. Ну, а дальше будем смотреть за тем, что будет дальше двигать Трамп. С точки зрения Трампа, значит, первым делом нужно прикрыть вот этот девилатери, и потом, соответственно, уже принимать какие-то новые законы, регламентирующие вообще весь процесс эмиграции. Вообще, судя по вообще мировым событиям, мне кажется, что тренд вот этого десятилетия 21 века, это будет изоляционизм, это будет ксенофобия, и это будет сепаратизм. Достаточно посмотреть, что происходит сейчас в других странах, и какие веяния среди населения начинают присутствовать. Посмотрите на Объединённое Королевство Англии, которое вышло из состава Евросоюза. Посмотрите на Испанию, где Каталония сейчас немытём так катанием добивается независимости от Испании. Следующим на очереди будет Италия, где Падуя, где Паданская Республика, и, соответственно, та же самая история будет, что в Каталонии. Если пройдёт вот эта тема с Испанией, и потом автоматом того же добьётся Италия, то не за горами, что пойдут такие же процессы в Германии и во Франции, и тогда, если эти две большие, самые крупные страны, на которых и держится весь Евросоюз финансовая, два финансовых таких Атланта, которые весь Евросоюз держат, если вот эти две страны, как Франция и Германия, тоже подумают о выходе, и, а, скорее всего, предпосылки очень серьёзные есть, опять же, из вот этих вот переселенцев, беженцев, вот этих вот этнических, то Евросоюзу будет крышка. Ну и, соответственно, имейте в виду по поводу тенденций, направленных на изоляционизм непосредственно в США, заявление Трампа, вот эта стена с Мексикой, то есть это будет общий тренд, изоляционизм. Сказать, что это плохо, я не могу, потому что тут есть свои, наверное, позитивные моменты, потому что я просто очень внимательно смотрю за тем, что в мире происходит, и вот эта вот доктрина всеобщего объединения, братания и всё прочее, по большому счёту она, конечно, с треском провалилась и проявила свою собственную несостоятельность, потому что слишком уж несовместимое пытается совместить, как невозможно, например, смешать бензин и воду с тем, чтобы получить равномерный раствор, который будет, значит, однородным. Слишком много попытались засунуть вот в эту еврозону, и, соответственно, вот эта мультикультурность, она с треском накрылась медным тазом, потому что люди, которые приезжают в Евросоюз из исламских государств, из Африки, они, конечно, не могут полностью превратиться за один день в высокоидейных, правильных европейцев. Это невозможно. Естественно, что общий уровень начинает падать, культурный уровень начинает падать, и, соответственно, это всё выплёстится в недовольство тех регулярных граждан, обычных граждан тех стран, где это всё происходит, и, в конечном счёте, всё это придёт именно к такому жёсткому изоляционизму, и, соответственно, гайки будут закручиваться. Ну и, соответственно, та же самая история сейчас будет происходить в США, потому что слишком много сюда приехало разного взброда из разных стран, и продолжает приезжать из стран третьего мира. Со стороны рядовых американцев это недовольство пока ещё, скажем так, открыто не выплёскивается, но, тем не менее, наблюдается небольшой такой вектор снижения общего уровня жизни, потому что те, кто в основном приезжают, они стараются сразу сесть на все эти пособия социальные, на всю эту помощь, Америка, она не резиновая, тут своих драмоедов выше крыши хватает, и я думаю, что с этой точки зрения администрация Трампа достаточно правильно и вовремя начала обращать внимание на возникшую проблему, пока эта проблема не стала совсем критической, потому что нужно чётко, наконец-то уже сделать вменяемую миграционную политику для США, с тем, чтобы приглашать сюда реально высококвалифицированных специалистов, которые будут двигать Америку к процветанию и успеху, а не приглашать сюда разных нищебродов, которые первым делом будут садиться на пантре и, соответственно, требовать welfare, требовать всякие разные льготы по разным программам, всякие разные программы с бесплатным жильём и так далее и тому подобное. То есть я думаю, что в этом отношении Америке давно-давно имеет смысл пересмотреть и сделать внятную и вменяемую миграционную политику, потому что я думаю, что и в России, и в других странах есть изрядное количество людей именно с мозгами, которые реально готовы были бы переехать, всё, что их удерживает, это невозможность этого сделать в связи с непонятными миграционными законами в США. Если будут приняты нормальные законы, которые именно направлены на перекачку мозгов, я думаю, что Америка от этого только ещё больше выиграет. Ну, естественно, хочу послушать ваши комментарии, а тем, кто сомневается, я хочу настоятельно ещё раз порекомендовать. Вне зависимости от того, хотите вы ехать в Америку или просто задумываясь об иммиграции, что-то мне подсказывает, что вам нужно как можно скорее со своими планами определиться и сделать хоть какие-то визы. Не обязательно в США. Это может быть Евросоюз, это может быть Австралия, Новая Зеландия, куда угодно. Потому что что-то мне подсказывает, что со стороны властей Российской Федерации будут предприняты, скажем так, контрмеры, которые будут регламентировать процесс выезда граждан за пределы страны. Потому что власти уже не на шутку беспокоены слишком уж большим оттоком квалифицированных специалистов. И этот поток растёт, потому что люди в большинстве своём, кто находится вне разных схем, где можно быстро и легко зарабатывать деньги на разных откатах и на прочих интересных схемах, люди с мозгами, которые находятся вне этих схем, они серьёзно задумываются о своём будущем и видят своё бесперспективное пребывание на территории России. Потому что в ходе последних событий всё чётко встало на свои места. И, по-моему, сейчас даже идиоту понятно, что будет на ближайшие 5 или 10 лет. Ну, 10 лет – это уж слишком большой срок, но на ближайшие 5 лет, по крайней мере, картина на территории Российской Федерации предельная, чёткая и понятная. Так что ждать каких-то улучшений, можете про это всё забыть. Так что серьёзно подумайте на тему, как подстелить себе соломку, если вы серьёзно задумываетесь о своём будущем, что у вас будет происходить через 5 лет вашей жизни. Внимательно сядьте и подумайте. Ну, за всем откланяюсь, а в ближайшие дни я постараюсь снять видео со своими мыслями по поводу Мальтской революции и, соответственно, что я думаю по поводу кандидатуры Собчак, по поводу вообще всех этих игр, связанных с предстоящими выборами президента в России. Субтитры подогнал «Симон»